Признание своих ошибок не является стопроцентной гарантией их недопущения в дальнейшем. Однако это важнейший шаг на пути их осмысления, который дарует возможность выбора. То есть это реальный шанс не наступить на те же грабли и избежать новых гематом на старом месте. Пренебречь этим шансом значит расписаться в неспособности мыслить рационально, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Министр иностранных дел Армении полагает, что прошлогоднюю войну в Карабахе следует считать провалом миссии Минской группы ОБСЕ. Сара и Аввазянам сложно не согласиться в том смысле, что посредники действительно обязались обеспечить наименее экстремальный исход конфликта. Однако их миссия вовсе не ограничивалась функцией сдерживания сторон посредством призыва к хладнокровию. Мандат Минской группы предполагал выработку алгоритма справедливого урегулирования. И провал посреднической миссии заключается именно в том, что этот алгоритм так и не был представлен. Война стала неизбежным следствием в том числе и этого провала. Однако списывать все на неповоротливость посредников было бы неверно. Ключевой вклад в разжигание войны внесла позиция Еревана, исключавшая возможность мирного исхода. И было бы куда более разумно, если бы Ереван признал эту роковую оплошность и извлек из нее соответствующие выводы. И прежде всего это касается армянской дипломатии, которая долгие годы занималась исключительно поиском лазеек в международном праве. Между тем, контора Ары Айвазяна не проявляет никаких признаков адекватного осмысления допущенных ранее просчетов. Глава МИД Армении утверждает, что война в Карабахе не была следствием провала армянской дипломатии. По его словам, на протяжении почти 30 лет армянская дипломатия делала все для сохранения статус-кво. То есть, по версии Айвазяна, провал минской группы заключается в том, что она не поддержала в должной мере чаяния армянской дипломатии. Чаяния, суть которых сводились к аннексии международно признанных территорий Азербайджана. Попытки Армении сохранить преступный статус-кво и привели в итоге к силовому решению конфликта. Поэтому потуги взвалить ответственность на посредников представляются в лучшем случае смехотворными. В худшем же свидетельствуют о глубоком кризисе армянской дипломатии. Неожиданный выпад Еревана в адрес минской группы следует расценивать как опосредованное признание в том, что проект по реанимации посреднического формата застопорился. Похоже, энтузиазм Армении остался неразделенным. Видимо, посредники оказались куда более восприимчивы к новым реалиям в регионе, чем того ожидали в Ереване. Судя по всему, теперь именно минская группа будет тянуть резину, не вмешиваясь в объективный ход поствоенных процессов. Армении предстоит испытать на себе эффект своей же излюбленной тактики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова